СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Улетел отец ЦАН, и я ничего не помню. У меня никогда в жизни больше не было такого. Я оказалась у его ног в одну секунду. Я обхватила его ботинки и стала их целовать. Это было совершенно... Это было в одну секунду. Я еще не видела, я еще ничего не успела не разобрать. Ни лица, ни фигуры. Он просто влетел, и я бросилась, вот так вот обхватила ботинки и начала плакать и целовать его, что-то такое, значит, умоляя, умоляя спасать меня и всех моих близких. В жизни актрисы Екатерины Васильевой, полной громких премьер и ярких ролей, самым значительным событием стала встреча с отцом Иоанном Крестьянкиным. Чтобы так вот свалиться, вцепиться в ботинки и целовать их, как святыню, это совершенно... Это помимо человека происходит. Это значит, что что-то такое бежало в эту дверь, что это уже не имеет никакого отношения к человеческим отношениям, понимаете? И самое удивительное, что он там не поднял меня. Я очень хорошо помню, что он меня прямо накрыл. Он накрыл меня мантией и стал вместе со мной плакать. Как это? Какой-то незнакомый человек, который никогда в жизни меня не видел, который все про меня тут же в эту же секунду понял. Отец Иоанн и правда поражал с первого взгляда. Ведь он с каждым человеком говорил как с родным, а с Богом как с близким. Он обратился к иконе. Это было следующим потрясением. Я никогда в жизни не видела и не слышала, чтобы люди так молились. Если бы я смотрела вниз, я бы подумала, что он разговаривал с каким-то человеком. Он разговаривал с ней совершенно напрямую. В этом не было ни молитвенного, ни молитвенной интонации никакой. Это было просто вот он весь этот тропарь, он с ней разговаривал. Тогда Екатерина Васильева только начинала свой путь в церковной ограде. И, встретив такого старца, она уже не могла свернуть. Но он прозорливец, он чудотворец. Он знал, кто к нему едет, каким поездом, когда приехала, с какой проблемой. Поэтому ничего не надо говорить. Я помню, мы с Катей Васильевой написали статью вдвоем. Потом мы смеялись очень, конечно, потому что мы говорили, например, что вообще выходить на сцену – это все равно, что выходить на панель. Духовного руководства тогда, в конце 80-х, искала и другая знаменитая актриса – Любовь Стриженова. И порой сразу две звезды театра и кино появлялись на породе старческой кельи. Когда я писала записочки о том, что я хочу у батюшки спросить, он по пунктам, буквально не читая записочку, мне это все рассказывал. Там проблемы с детьми, проблемы с театром. Я хотела уходить из театра давно, и батюшка меня не благословил, отец Иоанн. Он сказал, что можно и там служить Господу, и там быть люди, должны быть там верующие. По благословению отца Иоанна, Любовь Стриженова служила в Доронинском хате еще много лет. И только четыре года назад, выйдя на пенсию, она посвятила себя другому, высшему служению, и стала монахиней Иудифью. Кстати, Печерский старец принял участие не только в театральной судьбе народной артистки, но и в кинокарьере ее сына, Александра Стриженова. Мы с сыном ездили, и у него решался вопрос, куда ему поступать, чем ему заниматься. Он говорит, вот я хочу унаследовать папину и мамину профессию. И он так встал, прижал свой лоб к лбу Сашину, как бы в него прямо, знаете, вот просто вдалбливал ему, что ли, и говорил о том, что ты только можешь заниматься этой профессией, только ты должен понять, для чего ты будешь заниматься этой профессией. для славы, для материальных каких-то благ, или во славу Божию. Когда ты видишь человека живого, ты можешь его потрогать, осязать, ты с ним разговариваешь, а ты видишь перед собой абсолют человеческий, как вам сказать, ну вот то, как человек был задуман. И ты с этим, понимаете, сталкиваешься. Это переворачивает все представления. И он сидит с тобой, разговаривает запросто. Но ты понимаешь, что это, что нас разделяет бездна. Субтитры создавал DimaTorzok